Новости на государственной телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Главные новости на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией Арцке. Закрытие Берзурской дороги, проявление российской политики Азербайджана-агрессора Ашот Арутюнян. Совет Европы отреагировал на обращение Токуито Масян о гуманитарной катастрофе, создавшейся вследствие полной блокады Арцаха. Конгрессмен США осудила блокаду Берзурского коридора и призвала прекратить военную помощь Паку. Восточный легион. Реакция депутата Западной Армении на руководство больницы Суперкич. Выдающиеся сыны Западной Армении Аветен Сафмадли и Тигран Унэльц. Село Арцке Западной Армении находится на северном берегу озера Ван, был портом, находился на дороге, ведущий в Хлад и Багеш. Арцке упоминается в урарских надписях как «Зиука». Здесь сохранилась одна из написанных надписей урарского царя Русса II. Упоминается в Библии с V века. Некоторые историки упоминают его деревни, другие называют поселком или городом. До перехода под чужое владение Арцке принадлежал Гануни-Базнуни. Административно входил в губернию Турубера. Арабы во время первых набегов в середине VII века захватили Арцке, назвав его Дар-Аль-Джаваз, от которого и произошло нынешнее название Адиль-Джаваз. В начале XI века город переходит под власть Византии. В 1054 году его захватывают турки в Сельджуке. В X-XII веке из-за повышения уровня воды озеро Ван в древней Арцке был затоплен. Город-крепость Арцке на небольшом участке земли, превращенный в остров, сохранял свое существование. Имел два замка, полностью был опустошен в XVII и XIX веке. Вместо старого Арцке на более высокой части берега озера спустя время строят новый, который в XVIII-XIX веке был центром провинции Адл-Джаваз в Ванской губернии. Во второй половине XIX века имел 140 сел, 30 тысяч жителей, из которых 25 тысяч жителей были армяне. Также 30 церквей и более 10 школ. В 1915 году часть армянского населения Арцке стала жертвой турецкого этагана. Другая часть была изгнана и депортирована в разные страны. Арцке имел две церкви – Сурб Аспазацин и Сурб Саркис. В эфире Вестер Армения ТВ председатель земляческого союза Суши историк Ашот Арутюнян представил последствия гуманитарного кризиса, возникшего вследствие закрытия дороги Гури и Степанакерт, с которыми сегодня столкнулись проживающие в Арцахе коренные армяне. Господин Арутюнян отметил, эта четкая геницидальная программа, осуществляемая российским правительством Азербайджана, остается пожелать народу выдержать и сконцентрировать силы для выхода из этой сложной ситуации. Коснувшись присутствия российских миротворцев в Арцахе и выполнения их миссии, отметил, на сегодняшний день именно они обеспечивают безопасность армянского населения, что является сдерживающим механизмом для Азербайджана-агрессора. Совет Европы откликнулся на письма депутата Национального собрания Республики Армения, председателя постоянной комиссии Национального собрания по защите прав человека и обсеченным вопросом такой-то умасян о гуманитарной катастрофе, создавшейся вследствие полной блокады Арцаха. В ответ на обращение от директора Офиса генерального секретаря и заместителя генерального секретаря господина Мирослава Папа я получила ответные письма, согласно которым Совет Европы в рамках своих полномочий продолжил содействовать усилиям и примирению Армении и Азербайджана. Со ссылкой на заявление комитета министра под председательством Исландии от 19 января в связи с гуманитарной ситуацией в Бердзорском коридоре сообщается, что генеральный секретарь Совета Европы продолжит внимательно следить за ситуацией. Генеральный секретарь Совета Европы выражает обеспокоенность и подчеркивает необходимость допущения эскалации напряженности. Выражаю благодарность Офису генерального секретаря и заместителю генерального секретаря, также лично господину Папа и госпоже Печенович Бурич за отклик на мои срочные сообщения. Администрация США должна принять немедленные меры, чтобы положить конец блокады Бердзорского коридора. Как передает Арминпресс, таким заявлением в Конгрессе США выступила член Палаты представителей Кэтти Портнер. Конгрессмен осудила блокирование Азербайджана Бердзорского коридора, в результате чего 120 тысяч граждан Арцаха почти два месяца лечены ли жизненно важных продуктов. Цель Азербайджана ясна. Создав невыносимые для жизни условия заставить этнических армян Арцаха покинут свою родину. Мы должны призвать Азербайджан к ответу за его агрессию. Я продолжаю призывать администрацию принять немедленные меры по прекращению этой блокады. Она также подчеркнула, что Вашингтон должен прекратить оказывать Баку военную помощь. Мы должны прекратить всякую военную помощь Азербайджану. Налогоплательщики США не должны субсидировать постоянную агрессию Азербайджана против армянского народа. Я продолжаю выражать свою солидарность армянскому народу и армянской общине Америки, заключила конгрессмен Кэти Портер. Западная Армения приветствует заявление конгрессмена, отмечая, что Соединенные Штаты Америки в то же время являются страной-сопредседателем Минской группы, которая должна иметь свою поддержку в вопросе мирного урегулирования проблемы, а полное прекращение вооружения должно начаться как можно скорее. 27 октября 1916 года председатель армянской национальной делегации по ГОСНУБАР достиг соглашения с Англией и Францией о создании Восточного легиона, состоящего из армянских и сирийских добровольцев, который под эгидой Франции должен был выводевать против Турции. Армянам обещают предоставить автономию в Килики. Люди, спасшиеся от геноцида, эмигрировали, вернулись на поле боя, чтобы сражаться вместе с союзниками. Так они надеялись спасти свои семьи, соотечественников и родину. Силы хоть были и малы, но сыграли важную роль. Страна в состоянии войны дает опасные обещания. Первая мировая война была временем обещаний и фальсификации. Первыми были обещания. В 1916 году британцы пообещали арабам, что они смогут обрести независимость. В 1917 году они сказали евреям, что могут иметь родину, а французы в 1915 году. Армянам, ставшим жертвами геноцида, обещали, что они могут вернуться, чтобы освободить свою родину и в Восточной Турции. Пришло время предательства. Сверхдержавы предпочли создавать легионы по римскому образцу. Они состоят из иностранцев. Таким образом, британцы создали сирийский легион для ведения войны за независимость против турок-османов и еврейский легион для борьбы с турками-османами в Палестине. Франция создала армянский легион для борьбы с Киликией, с турками-османами. Арабы потеряли Палестину, Сирию, Ливан. Евреи не получили всю Палестину. А солдаты армянского легиона помогли спасти Палестину, но остались брошенными в пепле собственных сожженных городов. Среди коренных народов Ближнего Востока судьба армян была самой трагичной, так как они не восстановили свою родину. История не любит проигравших. Дважды проигравших, тем более. Таким образом, история армянского легиона до сих пор в основном не была расшифрована и предана забвению. Полную статью читайте на нашем сайте. Больница в Константинополе Суперкич была основана в 1832 году по инициативе и при материальной поддержке Газаза Артина Амиры Песчан. Открыто 31 мая 1834 года патриархом Степаносом II. Больница является крупнейшим учреждением гуманитарной помощи в армянской общине. Депутат Западной Армении Миграм Паркич сообщает, 25 января 2023 года у меня были серьезные проблемы с желудком. 30 января я отправился в больницу Суперкич. После записи мне сказали, что плата за лечение очень высока. Вылечить меня невозможно. Предложили обратиться в государственную больницу. Считаю, подход неправильный, достоин осуждения. Вы должны знать, кто управляет нашей больницей. С сегодняшнего дня нашей задачей будет выявление ошибок руководства больниц. Изучив исторические материалы, Хажак Сираканян написал на своей странице в Facebook. Среди известных богатых людей средневековой Армении были Аветен Сахмади и Тигран Онэнц. Аветен Сахмади был одним из богатых людей XIII века. Упоминается как синоп Сахмадин. Не имея дворянского происхождения, разбогатев налогами торговли и покупки земельных владений, стал господином. Вел строительную деятельность, реставрировал и строил в церкви гостевые дома, дворцы. Примечательным был особняк под названием Ренское царство, садом под названием Драхт. В церковных записях Арчеша, Еревана, Ушакана и прочих церквей Сахмади упоминается как благотворитель. Согласно протоколу Ванни 1261 года купил город Ванни у сына Шаха-Ишаха Закаряна Ардашира. Согласно надписи, оставленной в монастыре Мрен, в 1284 году купил поселок Мрен. В дальнейшем также Ошакан и Арджуарич. Согласно надписи южной части сыны церкви католики Сур-Пасфатсоцен в Ереване, в 1264 году купил Ереван вместе с землей и водой. Тигран Оненц был одним из богатых армян XIII века. Не имея дворянского происхождения, он разбогател на налоговложение и торговле. При Закарии и Шахин-Шахе Закарянах занимал Ванни высокий пост, вероятно, налоговый назиратель. Приобрел клубные владения села, оливковые рощи, мельницы. В 1213 году на свои средства отреставрировал лестницу кафедрального собора Анни. В 1215 году построил церковь Григория Лусаворича. Церкви подарил села, сады, оливковые рощи, мельницы, ларьки, водопровод, баню. На средства Тиграна Оненце была построена также церковь Сур-Припсиме. И в заключение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!